Целью нынешнего конкурса является определение наиболее удачливых любителей рыбной ловли на удочку или на закидушку, создание праздничной атмосферы, организационного досуга для населения, популяризация отдыха именно у пруда Тамай-Гайдары, определение условий для дальнейшего ежегодного или традиционного проведения подобного конкурса, отметили организаторы мероприятия. Очень рад, что мы сегодня представляем площадку Тамая. Это не обязательно, что в следующем году будет тоже Тамай. По желанию любого из наших примарей, из наших членов МИГа, можем мы это мероприятие распространить по всему МИГу. Я очень рад, что этот МИГ получил такое широкое название или состояние, что нам позволит ближе друг друга узнать. Это позволит нас больше сблизить и сдружить. Очень хороший повод для того, чтобы мы собирались порыбачить, просто отдохнуть, просто поговорить о наших проблемах и радостях. Менеджер МИГа ГГУ «Скора Флорея» Екатерина Домбровская отметила, что место было выбрано не случайно. Именно на этом озере планируют создать стоянки. И учитывая живописность пейзажа этого водоема, обустройство на части его западного берега объекта для туристического маршрута для всех видов отдыха. Мероприятие у нас сегодня в неформальной такой обстановке, в дружественной, где появляются и новые идеи, а новые идеи, все мы знаем, что это привлечение новых инвестиций. Я желаю развития нашему МИГу, рыбакам желаю хорошей, удачной рыбалки, всем отличного настроения и приятного аппетита. Участниками конкурса «Удачливый рыболов-2022» были жители из четырех населенных пунктов – Тамай, Гайдары, Баурчи, Ферапонтевка. Всего в нем приняли участие 36 рыболовов. По условиям конкурса предполагалась ловля рыбы на удочку или на спиннинг и на закидушку или на донку. Пришли сегодня отметить такой праздник, ну правда поздновато, это было в прошлое воскресенье, День рыбака. Благодарствую организаторов этих мероприятий, будем надеяться на лов. Для что ловите и чем ты кормиваете рыбу? Прикормка, мак, кукла, там в этой прикормке есть жмых, пшеница, кукуруза, горох, тоже самое там. Отдых, рыбалка для души, чистый воздух. Рыбак со стажем или… Любитель. Любитель. Самая большая рыба пойманная вами? О, я давно уже не ловил. И все же? Я не знаю какая-то. Ну до килограмма ловил. Первый раз принимаю участие, больше двух лет не ловила, но хочется. Ловлю на… у меня и черви, и что там, кукурузка. Короче, на все, что можно ловить, попробую словить. Как называется ваше снаряжение? Как называется? Закидушка. Никогда не участвовали, но решили попробовать. А кто вам рассказал о принципах ловли, как правильно закидывать? Ну мы раньше ловили, как бы. Иногда часто приезжаем. Сюда? Да. Чем кормите рыбу сегодня? Сегодня? Ну, червяками там, кукуруза. Разная. Пока любители порыбачить соревновались, повара из представленных населенных пунктов готовили уку, жарили рыбу. Будем угощать вас вкусной ухой, гайдарской ухой. А в чем особенность вашей гайдарской ухи? Потому что она вкусная. Чем? Значит, это профессионально сделано, профессионально приготовлено, поэтому она и вкусная. Самая хорошая и самая вкусная рыба – карась. И самый долго держащий. Давно готовлю, когда уходим на природу, на рыбалку с друзьями, все время меня просят. Уха – это моя. Ну, как особенность? Особенность в том, что она из Баурчи. Призеров определяли в четырех номинациях. Первая – за самую первую выловленную рыбу. Вторая – за наибольшее штучное количество выловленной рыбы только на удочку. Третья – за наибольшее штучное количество выловленной рыбы только на закидушку. Четвертая – за наиболее большую по размерам отдельную рыбу. Основным спонсором конкурса 2022 года стали примарии села Тамай из села Гайдары, подготовившие поощрительные призы. Елена Радкова, Влад Табачук, Мария Казаку, Новости ГРТ.